В связи со знаменательным событием в Ольнинскую школу вчера, 16 августа, посетил глава района Заур Хамирзов. Коллеги, у нас сегодня очень приятный момент. Пришла награда достойная с Министерства просвещения Лимаревой Людмиле Степановне. Валтург, в день специального сюжета поздравить и получить эту награду. Руководитель района поздравил Людмилу Степановну, вручил ей цветы, подарки и благодарственное письмо за высокий профессионализм, педагогический талант и преданность своему делу. Я считаю, что эту награду вы давно заслужили. Я знаю, что вы собираетесь дальше работать. От души я вам желаю здоровья. Оно вам крайне необходимо. Будьте живы, здоровы, счастливы. Вы очень уважаемый человек, вас очень уважают коллективы. Я не мог сегодня не приехать, я лично вам не учусь, что это самое. К теплым пожеланиям и поздравлениям также присоединились начальник управления образования Асяд Берзегова и председатель Кашихабльской территориальной районной организации профсоюза образования Сусана Мирчанова. От лица коллектива поздравила директор школы Наталья Катунина. Вы у нас человек, который вносит в наш коллектив большой энтузиазм, чтобы для достижения поставлены цели. Мы желаем вам крепкого здоровья, терпения, самое главное, благодарных учеников, счастья, удачи и всего самого-самого наилучшего. С ответным словом выступила Людмила Лимарева. Я не представляю себя без школы. Школа – это моя жизнь. 55 лет я отдала делу образования и воспитания учащихся. Хорошо понимаю, что это очень ответственно, так как дети – наше будущее. Сегодня у меня самый знаменательный в моей жизни, радостный день. Мой многолетний педагогический труд высоко ценен вами, уважаемый глава администрации Заура Скорбеевич, уважаемая начальник образования Асия Ахамидовна. Я нарождена грамотой. Примите мою искреннюю благодарность за то. Большое вам спасибо. Это для меня огромный стимул – работать еще лучше, воспитывать подрастающее поколение на благо нашей прекрасной Родины. Профессия педагога требует от человека не только знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Радует то, что в наше трудное время есть учителя, которые, несмотря на сложности, многие годы посвящают себя любимой профессии, вкладывая все знания и силы в учеников. Таким педагогом относится и Людмила Степановна Лимарева, учительница русского языка Вольнинской школы. Я закончила педучилище в 1966 году и сразу меня назначили работать в Вольнинскую школу учительницей начальных классов. Через несколько лет, в 1971 году, я поступила в Маяковский пединститут, закончила его на 4,5. Основные мои предметы русский был 5, литра 4. И стала преподавать русский литературу до самой пенсии. Да, в 55 лет. Потом еще я вела часы же этого своего предмета, а потом перешла на другие уже. Вот как нам неурочную работу, вот, на обучение на дому, на кружковую работу. И все вот эти, все время, несколько уже лет я работаю по этому профилю. Общий трудовой стаж Людмилы Степановны составляет 55 лет. Уже полвека она работает в школе, окружая заботы учеников и передавая свой опыт молодым коллегам. В моем роду все учителя, все. Моя мама была директором начальной школы хутора Набережного. Мои сестрички обе учительницы, они все время работают. У нас династия, и мы все трое закончили. Я очень люблю детей, я люблю общение, я люблю детей. Даже говорят, он плохой, а для меня я все равно в нем найду самое лучшее. Плохое уберу в сторону, а потом его. Но я детей обожаю. А меня дети, но я не буду собой хвалиться. Пусть люди скажут. Дети меня тоже очень любят, хорошо ко мне относятся. Везде меня встречают, вежливые со мной. У меня всегда порядок, у меня идеальная дисциплина. В общем, я работу свою обожаю. Я не представляю просто себя дома. Во время отпуска я мучаюсь. Мне нужно детей, мне нужен контакт, мне нужно видеться. Поэтому я работаю. Не потому, что я не обеспечена, или я просто работаю, а потому, что я люблю свою профессию. И пока я в силах, я справляюсь же неплохо. Поэтому и работаю. За время педагогической деятельности выпустило не одно поколение выпускников. Добрых, талантливых, увлеченных. У меня есть класс, в котором все дети, 22 человека, поступили в высшие и средние специальные заведения. Такой есть класс, надо было фотографии взять. Все до одного ребенка. Самый лучший был класс в школе. С пятого по выпуск. Были очень хорошие классы, были средние классы, но плохих таких, чтобы никогда не было у меня. Я работала класс руку много лет. Я возила детей в романтику, возила, в монастыри возила, и на конные заводы, и в Мостовской, и в Майкоп показывала. Все время нанимали мы с сыном умершим автобус и возили детей. Мой сын тоже был учителем. И это, всегда мы были с детьми рядом. Все время я с детьми, экскурсии всевозможные. Даже в лагере ездили в Майкоп, мы накрывали столы, обедали в лесу. Ну, все делали то, что нужно, так, как нужно. Я буду работать, пока здоровье будет позволять. Я чувствую себя, силы необъятные. Я могу ходить, я могу урок физкультуры на стуле до 5 провести. Я диск не буду метать. Я сидя покажу, как его нужно метать. Я замещала наших, которые не... И как гранаты, и как прыгать. За многие годы успешной педагогической деятельности ее труд многократно был отмечен грамотами и наградами. На протяжении всех лет работы в школе Людмила Степановна строила свои отношения с детьми на доверие, уважение и справедливость. Она и по сей день остается мудрым наставником молодых педагогов, всегда готова помочь советам, как в профессиональной деятельности, так и в жизненной ситуации. Молодым быть очень внимательными в своей работе, добрыми к детям, всегда находиться среди детей. Не ждать, когда придет нам классное руководство. Нам ничего не давали. И быть среди них. На переменке бежи, погляди, где ушел, куда... А почему Вани нет, а почему Мани нет. А не так, чтобы только быть среди детей. Общаться, понимать. Контакт с родителями постоянный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова